Вы ждали, что в 2015 году компания Fly создаст дочерний бренд и выпустит лучший на свое время бюджетный смартфон? Думаю, никто не ожидал. Но молодая тогда еще британская компания ValiFox выпускает смартфон, работающий на операционной системе CyanogenOS, который, в отличие от чистого Android, имеет куда большую функцию и позволяет гибко настраивать смартфон под свои задачи. ValiFox Swift наделал много шуму, а заодно вывел Cyan из формных кастомов в новые смартфоны. В 2015 году из-за уникальности соотношения цены и качества Swift был хитом. Москвичи говорят, что за МКАДом жизни нет. Примерно такими же словами принято говорить о смартфонах дешевле 10 тысяч рублей в российской рознице. Это звучит как «Не гоняйтесь, ребята, за дешевизной и покупайте эти ваши Xiaomi de Meizu». Но где же вариант для тех, кому не нужен металлический корпус, сканер отпечатка пальцев и огромный размер аккумулятора? Если отбросить, скажем так, паршивые телефоны со слабыми характеристиками, вариантов остается откровенно мало. И тут появляется именно вариант с ValiFox. ValiFox Park имеет следующие технические характеристики. Экран 5 дюймов, IPS-дисплей, One Cell Full Lamination с разрешением 1280 на 720 точек и с плотностью точек 294 точки на дюйм. Процессор 4-ядерный Mediatek 6735A с частотой 1,3 ГГц на ядро. Графический ускоритель Mali-T720. Операционная система CENOGENOS 13 с Android 6.0.1 на борту. Оперативная память 1 ГБ, встроенной памяти 8 ГБ. Поддержка карт памяти до 64 ГБ. Связь стандарта GSM и LTE с частотами 3, 7 и 20. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802, 11 BGN, Bluetooth 4.1, навигация GPS от GPS. Камера основная на 8 Мп с апертурой f2.2, автофокус, LED-спышка, фронтальная также якобы на 8 Мп. Датчики приближения, освещенности, акселерометр. Аккумулятор емкостью 2200 мАч съемный. Габариты устройства 143 мм на 71 мм. Толщина 8,65 мм. Вес устройства 132 грамма. Каждый по-разному относится к дизайну смартфонов AliFox. Но спутать их с другими брендами сложно. Черный матовый корпус с оранжевыми вставками удобен. Он уже стал узнаваемым и круто выглядит. Если сравнивать Spark и Swift, то первый более узкий и компактный смартфон в сравнении с предшественником. И куда более симпатичный. 2,5D стекло на лицевой панели хуже подходит для защитных пленок, но смотрится дорого и даже обходится без бликов. А оранжевая металлическая сетка поверх разговорного динамика смотрится очень бомбезно, почти так же как на седьмом Note. Ставь лайк, если понял о чем я. На правой грани смартфона расположена кнопка включения, на левой грани качелька регулировки громкости, пластик на стыке лицевых панелей, боковой грани скользкий, но его мало, чтобы смартфон выскользнул из ладони. Аккумулятор съемный, слоты SIM и microSD разделены. Смартфон имеет 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, изготовлен он по технологии One Cell Full Lumination, сенсор совмещен с защитным стеклом, отсутствие воздушной прослойки экрана и выпуклое защитное стекло 2.5D дают сравнимую по сочности с AMOLED дисплеями картинку. Дисплей Valley Fox Park, если не идеален, то очень близок к совершенству по меркам бюджетного класса. По части звука смартфон не разочаровывает и не восхищает. Динамик не очень громкий, но звонкий, рингтонового исполнения услышать приятно, музыку не искажает. Достаточно просто посмотреть на аппаратную начинку Valley Fox Park, чтобы сказать, инженеры экономили как могли. Он ни разу не игровой смартфон, вместо дорогого Snapdragon 410 занял место Mediatek 6735. Внутренний накопитель урезали с 16 до 8 ГБ, а из 2 ГБ оперативной памяти оставили только один. И один, как мы знаем, в поле не воин. Емкость накопителя, кстати, проблемой не является, потому что с функцией Adaptable Storage в Android 6.0 есть возможность слить в экстазе в один логистический накопитель внутреннюю память и microSD. Ну и что, спросит экономные покупатели. И следом вспомнят, что цена GenoS всегда была самой быстрой системой среди разновидностей Android. Дело в том, что даже она не спасает смартфон от внезапных припадков медлительности на ровном месте. Хотя и iPhone 7 лагает, может это уже тот случай, когда это не баг, а фича. В режиме мультизадачности гаджет серьезно пасует, даже одновременная установка пяти приложений в Google Play Store уже стопорит работу. В синтетических тестах рекорды аппарат не ставит, но результаты адекватны характеристикам. Операционная система в смартфонах в AliFox лучше, что можно встретить у недорогих моделей вообще на сегодня. Потому что на цены GenoS не допускают никакой самодеятельности в дизайне и внедряют лишь невлияющие на скорость работы функции. Настройка количества ярлыков на столе, регулировка цветопередачи дисплея, хотя зачем дисплей и так откалиброван хорошо. Уйма тем оформления, управление ярлыками на шторке уведомления. Google понял, что шторку нужно редактировать только в Android 7.0 и блокировка приложений графическим кодом. В остальном Android 6.0 в его почти первозданной красоте. Основная камера смартфона построена на базе 8-мегапиксельного BSI сенсора. Объектив состоит из пяти линз и имеет значение диафрагмы f2.2. Камера соответствует цене смартфона, но настроена тяп-ляп и управлять ее сценой GenoS не очень-то и удобно. А вот фронталочка очень даже годная по меркам бюджетных мобильников. Главное в использовании Vale Fox Park держать в голове то, что это телефон для соцсетей и браузера. Потому что в играх, если вы найдете современную игру, которая не будет тупить, заряд аккумулятора снижается быстро. При этом в остальных сценариях использования смартфона работает аккуратно в своих 2200 мАч. Ну что ж, давайте подведем итоги. В общем и целом Vale Fox Park вполне годный бюджетный аппарат для повседневного офисного использования, который будет радовать владельца, который осознанно сделал выбор в пользу данной модели. С такой броской внешностью и продуманной эргономикой новому смартфону явно не хватает более серьезного фарша. Нет ничего плохого в том, что Vale Fox попытался сделать новый смартфон доступнее в период, когда доллар по 65 рублей в России считается нормой. Пускай даже таким радикальным методом. Друзья, большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, дабы не пропустить новые интересные видео. Конечно же, участвуйте в распродаже 11.11. Мы обязательно сделаем еще один дополнительный ролик. Мы есть во всех социальных сетях. Ссылочки будут в описании. Как купить и где купить Vale Fox Park. Вы тоже найдете ссылочки в описании под этим видео. Также пользуйтесь купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Всего доброго. Пока-пока.